КОНЕЦ Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, и который превыше того, чтобы иметь равного или подобного в себе. Я также свидетельствую то, что Мухаммад, его раб и посланник, его избранник и любимец, ответственный за его откровения. Его Господь отправил его в качестве милости для миров и довода для всех рабов. Он лучший из тех, кто делал намаз и держал уразу, совершал хадж и делал обход вокруг заветного дома Аллаха. Да пребудет мир и благословение Аллаха над ним, над его благим семейством и благословенными сподвижниками до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание, и да пребудет над ними всеми мир, а затем уверующие. Когда Всевышний Аллах создал свои творения, одним из них Он отдал преимущество перед другими. Одни месяцы Всевышний Аллах сделал лучше, чем другие. Одни дни лучше других, и также одних людей Он сделал лучше, чем других. Аллах разъяснил это в Своей книге, сказав о пророках. Таковы посланники. Одним из них мы отдали предпочтение перед другими. Так Всевышний Аллах сделал лучшими из посланников Улюль-Азм, обладателей решимости, и самым лучшим из них Он сделал Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует. О мусульмане! Через несколько дней мы встретим Великий Месяц, о котором Всевышний Аллах не спасал аяты Корана, и которому отдал предпочтение перед всеми остальными месяцами. В месяц Рамадан был неспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и развлечения. То, что человек застает Рамадан, это божественная милость и дар, это благая весть, при получении которой могут проливаться слезы радости. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, радовался наступлению Рамадана, сообщал эту радостную весть своим сподвижникам, как приводится в хадисе у ан-насайи, в суннанах, и основа хадис находится в двух сахихах, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, однажды сказал своим сподвижникам, «Пришел к вам месяц Рамадан, благословенный месяц, в который открываются врата рая и закрываются врата ада. В нем есть ночь, которая лучше тысячи месяцев. Кто упустил ее благо, тот действительно в убытке». В другом риваяте добавляется, в этот месяц шайтаны заковываются в кандалы. Да, месяц Рамадан, в котором был неспослан Коран, Аллах выделил несколькими достоинствами, и в том числе в нем находится ночь, которая лучше тысячи месяцев, и тот, кто упустит ее благо, тот действительно лишится всего. О мусульмане, дни проходят быстро. Недавно мы провожали прошлый Рамадан, и вот эти месяцы прошли как несколько часов, и мы уже встречаем новый Рамадан. И сколько мы видели людей, которые постелись с нами в Рамаданы в течение многих лет, а сегодня они одни из обитателей могил и ожидают воскрешения. Кто знает, возможно, этот Рамадан для некоторых из нас будет последним Рамаданом, который он будет поститься. Поэтому то, что человек застает Рамадан, уже милость от Всевышнего Аллаха по отношению к нему и подарок, который он обязан получить. Праведные предшественники, да помилуй их Всевышний Аллах, радовались наступлению Рамадана и считали, что то, что они его застали, это милость и дар от Всевышнего Аллаха. Человек радуется тому, что Всевышний Аллах продлил его жизнь так, что он дожил до месяца Рамадан. Аль-Муалля ибн Фадль сказал, салифы просили Аллаха по шесть месяцев подряд, чтобы он довел до них Рамадан. Из-за крайней тоски по этому месяцу человек с начала года поднимал руки в дуа и молил Всевышнего Аллаха не забирать его душу, пока он не станет одним из тех, кто выстаивает Рамадан и держит в него у разу. Яхья ибн Кафир сказал, своих дуа они в том числе говорили, «О Аллах, доведи до меня Рамадан, доведи меня до Рамадана и прими его от меня». Они знали, как пользоваться часами этого месяца и тосковали по ним. Один из салифов продал свою невольницу какому-то человеку. Когда наступил Рамадан, ее новый хозяин начал готовиться, принося в дом разные виды еды и питья. Она сказала, «Почему вы это делаете? У вас будут гости? Зачем вы покупаете новую избыточную лишнюю еду и ставите ее в дом? У вас будут гости?» Они ответили, «Нет, это для того, чтобы встретить пост в месяце Рамадан». Она сказала, «Субханаллах, вы люди, которые встречают пост только в Рамадане?» «Клянусь Аллахом, я пришла к вам от людей, у которых целый год был как Рамадан. Верните меня к моему прежнему хозяину». И она не переставала просить об этом, пока ее не вернули ее первому хозяину. У Аль-Хасана, ибн Салиха, да помилует его Всевышний Аллах, и он был много поклоняющимся аскетичным и праведным человеком. Была невольница, он продал ее каким-то людям. Незадолго до наступления фаджра, она стала кричать им, «Намаз, намаз». Они проснулись и спросили ее, «Уже был азан на фаджр? Азан был?» Она ответила им, «Нет, азана на фаджр еще не было. Я говорю вам о ночном намазе. Субханаллах, вы что, молитесь только обязательные намазы? То есть, вы делаете только фарды и даже не знаете, что такое ночной намаз? Вы что, молитесь только обязательные намазы?» И она не оставляла их в покое, пока они не вернули ее Аль-Хасану ибн Салиху. И она сказала ему, «Ты продал меня плохим людям, которые постятся только фарды и молятся только фарды». То есть, они совершают только то, что обязательно и никак не пытаются приблизиться к Аллаху посредством дополнительного поклонения. О мусульмане! Если человек доживает до Рамадана, это божественная милость для него. И ему следует воспользоваться ей, долго молясь, постясь, много плача, выстаивая ночные намазы, используя с пользой эти часы и остерегаясь того, чтобы приспешники шайтана испортили их. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил о Рамадане, он сказал, «В Рамадан шайтаны заковываются в цепи». В другой версии сказано, в Рамадан заковываются непокорные шайтаны, то есть главные шайтаны, альфриты. Всевышний Аллах помог нам в том, чтобы мы много постились, много молились, много читали Коран. Чтобы помочь нам в этом, он заковал в цепи и оковы шайтанов, чтобы они не имели власти над нами, так, как в другие месяцы года. И если Аллах помогает нам, заковывая шайтанов, чтобы мы смогли лучше поклоняться, даже если наша вера слаба, мы будем поклоняться Аллаху больше, потому что шайтаны уже не имеют над нами власти. После всего этого нам не подобает подчиняться шайтанам из числа людей, которые властвуют над нами своими развратными песнями, соблазнительными танцами, и им недостаточно того, чтобы отвлекать на себя постящихся ночью, они также отвлекают их и в дневное время. Поистине в том, что Ураза была вменена в обязанность, содержится великая мудрость. Вопрос здесь, мусульмане, не только в том, чтобы полностью воздерживаться от еды и питья. Дело гораздо серьезнее и важнее. Всевышний Аллах разъяснил это в Своей книге, сообщив нам о том, что пост был вменен в обязанность не только нашей умме, но также и предыдущим общинам. Видели ли вы, когда Муса, мир ему, готовился к тому, чтобы говорить с Аллахом? Он постился 30 дней, а затем еще 10. Видели ли вы, как Марьям сказала, «Я дала милостивому обед поста», то есть воздержание от чего-либо. И слово «пост» было известно им, неважно, подразумевалось ли под ним воздержание от слов или воздержание от еды и питья. Нам был предписан пост, так же, как и тем, кто был до нас, как об этом сообщил Всевышний Аллах в Своей книге. Он сказал, «О те, которые уверовали». Это обращение к каждому, в чьем сердце есть хотя бы частица веры. «О те, которые уверовали». Да, да, Господь. Верующие обращаются к Аллаху, когда слышат этот призыв. Сейчас будет либо приказано какое-то благо, либо запрещено зло. Аллах сказал, «О те, которые уверовали, вам предписан пост», то есть пост вменен вам в обязанность. Предписан ли он только нам, Господь наш, или он также был у предыдущих общин? Аллах сказал, «Подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам». Быть может. Быть может что? Может быть, вы будете здоровы? Или, может быть, вы сэкономите деньги? Или, может быть, вы почувствуете боль бедных и голодных? Или, может быть, вы прекратите есть? Аллах сказал, «Быть может, вы устрашитесь». «О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь». Таким образом, пост был предписан народу Шуайба, чтобы они устрашились. Был предписан народу Салиха, может быть, они устрашатся. Был вменен в обязанность народу Мусы, быть может, они устрашатся. Народу Айсы, чтобы они устрашились. Подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь. Тат-такун, таква. Это постоянная боязнь. Таква – это страх перед великим Аллахом. Это действия, соответствующие откровению. Довольство малым и готовность ко дню перехода в мир иной. Пост, уважаемые братья. Не привязан или не взаимодействует со ртом, с руками или животом. Пост взаимодействует с сердцем. Если ты держишь у разу, но при этом твой рот и живот чувствуют влияние поста, а сердца нет, то, как говорится, хадж сделал не ты, а твои верблюды. На самом деле ты не постился. Ты не достиг цели поста. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, кто они оставит лживой речи, дела, соответствующие этим речам, и безрассудство, то у Аллаха нет нужды в том, чтобы такой человек оставлял свою пищу и питье. Как это ты постишься? Что этот пост никак не влияет на твои части тела? О мусульмане, сердце – это господин всех органов тела. Если оно в порядке, то будет в порядке и все остальное тело. А если испортится, испортится и все остальное тело. Тот, кто постится ради Аллаха, держит у разу. По-настоящему ради того, ради чего она была предписана, то так же, как постится твое сердце, должен поститься твой язык, воздерживаясь от еды, а также от лживых речей и грехов. Так же, как постится твое сердце, поститься должны и твои глаза. Воздерживаясь от взглядов на запретное, поститься должен твой слух, воздерживаясь от слушания чего-либо запретного. Руки не трогают запретное, ноги не ходят к запретному. Если пост оказывает влияние на твое сердце, тогда это сердце повлияет и на все остальные части тела. Воистину, в теле человека есть часть. Если она здорова, то все тело здорова. А если она испортится, то все тело испортится. Это сердце. Ты можешь увидеть, что если человек смотрит на запретное, его сердце черствеет. Если он говорит что-то запретное, его сердце черствеет. Если он ест что-то запретное, сердце черствеет. Все эти органы тела продолжают подпадать под влияние сердца. Если же сердце смягчится, будет страшиться Всевышнего Аллаха и заполнится верой, возвеличивая Господа миров, то когда это сердце здорово, оно сможет приказывать глазам, и те опустят взор, приказывать языку, и он будет воздерживаться от запретных слов, приказывать рукам, ногам, ушам. Если сердце в порядке, в порядке будет все остальное тело. Если ты постишься, и в твоем сердце есть богобоязненность, тогда ты на самом деле постигаешь великое значение поста — сияма. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, с похвалой отозвался от тех, кто держит предписанный шариатом пост, так, как того хочет Всевышний Аллах. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что Всевышний Аллах говорит, «Все дела сына Адама для него самого, кроме поста, поистине он для меня, и я воздам за него». Человек отказывается от удовлетворения своих желаний, еды, питья ради меня. Постящегося ждут две радости, одна при разговлении, а другая при встрече с его Господом. И поистине запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса. В другом достоверном хадисе Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Воистину, в раю есть дверь, которая называется Ар-Раян, через нее зайдут постящиеся». Он сказал, «Когда же они зайдут, она закроется, и никто больше не зайдет в нее». Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Благодаря одному дню поста на пути Аллаха, Всевышний непременно отдалит лицо раба от огня на расстояние семидесяти лет». Все эти понятия, о которых Пророк да благословит его Аллах и приветствует, упомянул, возвеличивая пост, не будут достигнуты, если человек просто откажется от еды и питья, не исправив свое сердце и не удаляясь от запретного. О мусульмане! Мы часто говорим о Сияме, о его достоинстве в высоком положении, о величии Рамадана, что месяц Рамадан рабу следует выделять особенно, совершая в нем больше поклонения и приближаясь к Всевышнему Аллаху. Также мы говорим о том, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Обделен и унижен». Его спросили, «Кто, о посланник Аллаха?» Он ответил, «Тот, кто застал Рамадан, затем вышел из него, и ему не было прощено». Мы много говорим об этом на наших собраниях. Возможно, мы также помним наизусть некоторые хадисы посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствуют. Но как мы практикуем их в нашей жизни? Действительно ли они оказывают на нас какое-то воздействие? Когда человек сидит в мечети, потом берет мусхав Корана, читает 15-20 минут, потом душа говорит ему закрыть мусхав и идти домой, чтобы поспать, посидеть за компьютером, перед телевизором и тому подобное. Оказали ли на тебя влияние эти хадисы так, чтобы ты сказал себе, «Нет, я почитаю подольше, я буду полностью прочитывать Коран за три дня или раз в неделю». Можешь ли ты повести свою душу к благу, выучив эти тексты? Когда ты сидишь у себя дома, затем включаешь телевизор, там у тебя разные спутниковые каналы показывают безнравственных людей, которые не уважают Рамадан, не уважают постящихся, и их в принципе не волнует. Закончится ли Рамадан с прощением Аллаха для тебя или с его проклятием? Им это совершенно не важно. Уважаемые братья, многие из тех, кто распространяет эти сериалы на разных развратных каналах, те, кто пишут к ним диалоги и сценарии, или даже те, кто там играет, «Если ты изучишь их биографию или посмотришь на их положение, то увидишь, клянусь Аллахом, что они не ученые, не проповедники, которые стремятся к исправлению, не богобоязненные рабы, а может быть куфары, может быть безбожники и люди вообще ничего не понимающие. Несколько дней назад я был с одним человеком, который руководил съемками исторического исламского сериала. И этот сериал стремится к тому, чтобы быть максимально исламским. В нем нет музыки. Он также пытался, насколько это возможно, чтобы в нем не показывали женщин. Женщины снимались издалека, в хиджабе и так далее. По сравнению с другими сериалами, этот был наиболее сдержанным и соблюдающим. Несмотря на это, он сказал мне, несколько дней назад, и это было за границей, он сказал мне, когда мы захотели, шейх, снять намаз с актерами. И этот играл роль одного сподвижника, тот другого сподвижника и так далее. Они играют сподвижников. Он говорит, когда они пошли на намаз, чтобы мы их отсняли, они встали. И клянусь Аллахом, шейх, один из них положил левую руку поверх правой. Я подошел, чтобы поправить его руку и сказал, ты что, намаз в жизни не делал? Он ответил, да, клянусь Аллахом, я ни разу не делал намаз. И у них при этом исламские имена, он рассказывал. И я положил ему правую руку на левую. Потом они встали и начали оглядываться по сторонам. Я подошел и сказал, так не пойдет, не оглядывайтесь по сторонам. Я начал смотреть на них, съемка началась. И я сказал, пусть каждый смотрит на место своего суджуда. Но они не поняли, что значит место суджуда. Он говорит, ей богу, шейх. Они так и сказали, что это значит место суджуда. Я сказал, то есть смотрите вниз. И эти актеры задумались, а потом начали смотреть на свои ноги. Я сказал, нет, так смотреть нельзя. Смотрите на место, куда будете делать земной поклон. Он продолжил. И вот среди них оказались те, кто в жизни не сделал ни одного поклона Аллаху. Это сказал сам помощник режиссера, который организовал этот сериал, чтобы потом продать его каналам. Он лично рассказал это мне. И если такие люди снимаются в исламских сериалах, то что можно сказать о других людях, которые занимаются этим, финансируют все эти проекты и так далее. Человеку не следует терять на это свою жизнь, свои часы в Рамадане. Нельзя допускать, чтобы она была потеряна из-за таких безнравственных людей. Ежедневно после Асра ты начинаешь смотреть какой-то сериал. Потом час, два, ночью ты смотришь сериал или конкурсы. А ангелы смотрят на тебя. Господь миров следит за тобой. Ангелы милости поджидают, что ты сделаешь какое-то благое дело, которое поднимется к ним. Ангелы-хранители и песцы поджидают, когда же ты сделаешь какое-нибудь благое дело или скажешь «Субханаллах!» «Ля Илляха Илля Аллах!» чтобы записать это в своих свитках. Но вот ты ежедневно проводишь три-четыре часа перед телевизором. Или, возможно, некоторые люди проводят примерно столько же часов перед компьютером. Они сидят там, заходят на форумы, выходят, и нет никакой разницы между тем, как они себя ведут в Рамадане и как в другие месяцы. Уважаемые братья, когда начинался Рамадан, праведные предшественники, да помилуют их Всевышний Аллах, оставляли даже исламские уроки и занимались поклонением. У Абу Суфьяна Ас-Саури были уроки, на которых он разъяснял Акиду, Фикх и Тафсир. Когда начинался Рамадан, он оставлял все уроки, приостанавливал их и занимался чтением Корана и поклонением. Ас-Зухри, имам, мухаддис, когда наступал Рамадан, он оставлял все, чем занимался, хадисами и обучением людей. Вместо этого он занимался чтением Корана, поклонением и приближением к Всевышнему Аллаху. Если те люди оставляли даже что-то разрешенное, праведное, великие дела, они оставляли их, оставляли свое преподавание ради занятий, личным поклонением, то что бы они сказали, как вы думаете, если бы они застали наши дни и увидели людей, занимающихся в Рамадан, просмотром телевизионных передач и тому подобное? Будь осторожен, как сказал Аллах. Каждый из них явится к нему в день воскресения в одиночестве. Он знает их число и пересчитал их. Каждый из них явится к нему в день воскресения в одиночестве. Если душе дать волю, она будет смотреть на все, что пожелает, слушать все, что захочет, проводить время, как захочет, и тогда ты окажешься в убытке, и твоя душа погубит тебя. Если же ты сам поведешь ее к благу, укажешь ей на него, приучишь ее к нему, то увидишь, что после этого она сама будет направляться к добру, так, как ты ее к этому приучил. Я прошу Всевышнего Аллаха довести до нас Рамадан. О Аллах, доведи до нас Рамадан. Доведи нас до Рамадана и прими его от нас. О Господь миров. О Аллах, как ты довел до нас Шабан. Доведи до нас и Рамадан. О Аллах, надели нас намазом, постом, выстаиванием намазов в Рамадане. О обладатель величия и великодушия. На этом я заканчиваю и прошу у великого Аллаха прощения для себя и для вас от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним. Воистину он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование им успеха. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. Я также свидетельствую то, что Мухаммад, его раб и посланник, призывающий к его довольству, да благословит Аллах и приветствует его, его семью, друзей и любимых ему людей, а также тех, кто пойдет по их пути и последует по их следам и их сунни вплоть до Судного дня. А затем, уважаемые братья, верующий, праведный раб это тот, кто готовит для себя план с самого начала Рамадана, а потом следует ему. Он планирует, сколько он будет читать Коран и решает, например, что в день он будет читать по три джуза, пять джузов и тому подобное. Далее он следует этому плану, он не нарушает его и ничего в нем не меняет. Когда человек решает так со своей душой, он оказывается в благополучии. Он решает для себя, что будет выстаивать ночные намазы каждую ночь, что он не будет уходить с намаза, пока не уйдет сам имам, как сказал пророк да благословит его Аллах и приветствует тому, кто будет выстаивать в Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, будут прощены его прошлые грехи. Пророк да благословит его Аллах и приветствует также сказал, за тем, кто будет выстаивать намазы вместе с имамом, пока тот не уйдет, будет записано выстаивание ночи. Когда ты читаешь жизнеописание праведных салифов, ты можешь обнаружить удивительнейшие вещи. Как долго они молились, как долго они выстаивали ночи, даже не в Рамадан. Так что тогда можно сказать о Рамадане? Хузейфа, да будет доволен им Всевышний, Аллах говорит, «Однажды ночью я встал с посланником Аллаха да благословит его Аллах и приветствует на намаз». Пророк да благословит его Аллах и приветствует совершал намаз у себя дома. И Хузейфа, да будет доволен им Аллах, встал и начал молиться вместе с ним ночной намаз. И это было не в Рамадан, он рассказывает. Он начал с суры Аль-Бакара. Я сказал про себя. Он остановится на сотом аяте. Но он продолжал читать дальше. Я сказал, он прочитает всю Аль-Бакару в одном ракаате. Но он закончил ее и начал читать ссуру Аль-Ниса. Затем он начал читать Аль-Имран. Он, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал три длинные суры, и это почти семь джузов в одном ракаате. Затем Хузейфа сказал, и он пошел на рукуа. И его рукуа по длине было подобно его кияму, стоянию. Затем он поднялся. Потом пошел на земной поклон. И его земной поклон был подобен его рукуа. Этот хадис находится в Сахихе. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, также приводится похожий ревоят о том, как долго совершал намаз пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Это было не в Рамадане. А в Рамадане происходило нечто поистине удивительное. В Муватте, от Ибн Гурмуза, приводится, что чтец читал сотни аятов на Таравих-намазе. Так что мы опирались на посохи из-за длительного стояния. От Абдуллы ибн Ас-Саиба, от его отца в Муватте, передается, что чтец читал Суру Аль-Бакара за восемь ракаатов. А они делали двадцать три ракаата. Затем он сказал, и он прочитывал за эти восемь ракаатов Суру Аль-Бакара полностью. Он сказал, когда же он читал ее за двенадцать ракаатов, люди считали, что он облегчил им. То есть в каждом ракаате он читал примерно половину джуза. От Халлида ибн Дурейка передается, что он сказал, у нас в Басри был имам, который полностью прочитывал с нами Коран за три ночи. Он сказал, и наш имам заболел. Имамом встал другой человек, и он прочитал с нами весь Коран полностью за четыре ночи. И люди посчитали, что он им сильно облегчил. Первый читал по десять джузов за ночь. Когда же имам заболел, другой вместо него стал читать по семь с половиной. И люди решили, что это очень простой и легкий намаз. И если ты будешь приучать свою душу к долгому намазу, она привыкнет. Но если ты не приучишь ее к этому, она сама поведет тебя к отдыху и бездействию. Поэтому, когда мы читаем слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует тому, кто будет делать намаз вместе с имамом, пока тот не уйдет, будет записано в истаивание ночи. Это должно побудить нас к долгому стоянию вместе с имамом, к длинному намазу вместе с ним. Когда же намаз заканчивается, мы можем взять свой мусхаб и прочитать один-два джуза, желая стать ближе к Господу миров. Клянусь Аллахом, уважаемые братья, Рамадан проходит быстро, как это описал Всевышний Аллах. Аллах сказал о Рамадане, вам предписан пост. Затем Он сказал, считанное количество дней. Всевышний Аллах не сказал месяц. Вместо этого Он сказал считанные дни. И на самом деле, это очень быстро проходящие дни, которые проходят. И после этого человек смотрит на то, что он получил, приобрел, что было записано, и что он представил перед Всевышним Аллахом. Я прошу Всевышнего Аллаха даровать нам пользу посредством того, что мы услышали. Я прошу Аллаха сделать нас из числа тех, кто прислушивается к словам и следует наилучшим из них. О Аллах, доведи нас до Рамадана. О Аллах, так же, как ты довел до нас Шабан, доведи на нас Рамадан. И даруй нам в нем прекрасные намазы, уразу и выстаивание ночных молитв. О Господь миров! О Аллах, сделай нас из числа тех, кто выстаивает его ночами и держит пост с верой и надеждой на награду Аллаха, пытаясь приблизиться к тебе. О обладатель величия и великодушия! О Аллах, помоги нам очистить наш пост от забав, непристойностей и порочных поступков. О Господь миров! О Аллах, мы просим у тебя совершения благих дел, оставления порицаемого и любви к беднякам. Если ты пожелаешь ввести в искушение своих рабов, забери нас к себе неопозоренными и неискушенными. О Аллах, прости нам, нашим отцам и матерям. О Аллах, живым из их числа, даруй здоровье и благополучие на повиновение тебе до самой их смерти. А для тех из них, которые уже мертвы, расширь могилу, увеличь их благие дела, прости их плохие поступки и собери нас вместе с ними в раю. О живой, о поддерживающий жизнь! О Аллах, направь нашего правителя к тому, что ты любишь и чем ты доволен. О Аллах, направь его на твой прямой путь и сделай так, чтобы его дела вызывали твое удовольство. О Аллах, исправь его окружение. О Аллах, отдали от него скверное окружение. О обладатель величия и великодушия. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрагима и семейство Ибрагима. И ниспошли свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как ниспослал ты благословения Ибрагиму и семейству Ибрагима. Воистину ты хвалимый славный. Твой Господь, Господь могущества. Причисть и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам. Хвала Аллаху. Господу миров. Мухаммаду 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 Мухаммад